Я уже в метро спускаюсь, чтобы бежать на работу. Сейчас я вам покажу, как беспоминание метро. Я спускаюсь. Сейчас уже все собираются, кто в школах, кто на работу. А потом, когда закончу, тоже. В общем, мне непривычно, когда люди на меня смотрят, мне как-то непривычно и стыдно как-то, кто-то скажет. Здесь такого не понимают, скажут, что она что, дура, что сама собой разговаривает. Все дети собираются в школу. Я на работу, на праздник. Потому что знаешь, что без денег невозможно в основном жить. Даже если один день не будешь работать, ты теряешь деньги. Поэтому всегда надо работать. Только самое главное в этой жизни иметь здоровье. Вот что. Если будет здоровье, будет все. И работа, и жизнь прекрасная. Так что я всегда говорю, даже если я чью там, кто-то скажет, да я чью там поглая или толстая, мне все равно. Самое главное это здоровье. И все, хорошие мои. Здоровье. Потому что все можно купить, кроме здоровья. Поэтому. Это такое глубокое метро. Пока спускаешься 10 минут. Пока взять метро, мне надо быть на работе 8. Я сегодня буду работать до 14.30. Сегодня у меня две работы. Сейчас буду спать. Уже мне чуть-чуть осталось до метра. Спущусь и возьму метро. У меня всего лишь 7 остановок. И еще 5 минут идти пешком. 5 или 10. Не помню. Чтобы не соврать. Да. Сейчас посмотрим, сколько у меня осталось. Минут, чтобы в метро. А, 49 секунд. Сейчас уже будет метро. Я покажу в Арсеноне. Смотрите. Вам нравится заход метро? Посмотрите, как метро выходит. Посмотрите, как оно красиво. Когда метро будет выходить. Смотрите. Едет, едет. Красиво. Смотрите. Раз, два, три. Вот и мое метро. Красиво. Теперь на работу. Чмоки. Добрый день. У кого 3 часа дня. Я сейчас уже иду на работу. На. Хотела сказать на работу. Домой. Покушаю. Чуть-чуть отдохну. Посмотрю, чем буду заниматься. Не знаю еще, что буду делать. Но, наверное, выйду чуть прогуляюсь. Кто сейчас чем занимается. Я домой. Я хоть закончила мою работу. Всех целую. Пишите. Пока. Я уже поднимаюсь. У нас лифта нету. Я должна подниматься на третий этап. Пешком. Зарядка. Посмотрю, меня сегодня встретят котики. Или нет. Только сегодня. Вот это. Как тяжело, когда лифта нету. Еще молодые, когда будем старыми. Попробую на третий этаж подниматься. Пешком. Сейчас посмотрим. Мои котики. Мои мальчики. Мои любимые. Меня встречаются или нет? Мои мальчики. Ай, ай, ай. Посмотрите. Кто призом. Мои мальчики. Мой. Посмотрите. Этот этот. Вот здесь. А этот здесь ногти точит. Посмотрите. Я не знаю, они меня встречают. Или просто им интересно выйти. Ей. Ты мами, зайтик? Котя, мами, я котя. Ладно. Я уже пришла. Сейчас загоню котиков. И покушаю. Всем приятного аппетита. Эй, страда. Как у вас дела у всех? У меня хорошо. Я с работы пришла, покушала, отдохнула. Покупалась. Чуть-чуть подкрасилась. А сейчас с мужем идем погулять чуть-чуть. И мой муж-то и не хочет сниматься. Иди! Не хочет. Не хочет. Ладно, не хочет, не хочет. Он не любит вообще-то сниматься. Он говорит, ты меня в YouTube не ложи. Не хочу. Мне нельзя в YouTube. Ну, хорошо. Никто не хочет. Ну, как хотят. Я сама хочу. Пойду прогуляюсь. А потом вечером приду. Может, что-то приготовлю. Подумала сделать пюре с тыквой. Ну, это такой легкий ужин. Ничего тяжелого нету там приготовить. И вкусно, и вкусно, и полезно, и не толстеешь. Подписывайтесь на мой канал. Если вам интересно со мной общаться, я буду рассказывать про мою жизнь в Испании. У нас еще светло. У нас с чем-то. Ну, а вы знаете, что в этом году у нас часы не перевели? Не знаю, почему. В этом году у нас часы не перевели. Поэтому по утрам мне очень тяжело вставать. Спать хочется темно на улице. Ну, в общем, я вам оставляю, потому что если я не выключу, он не придет. В общем, окей. Добрый вечер, страна! Я сегодня хочу приготовить легкий ужин с тыквой, так как я обещала. Я сейчас режу лук, видите, вот такими кусками, потому что все равно буду мини-пимером делать, как пюре. Но это получается, здесь говорят, крема. Мы говорим тыква. Ну, вот тыква, видите? Сейчас буду резать. Конечно, оно твердое. Попробую еще резать. Да. Это надо силы иметь, чтобы почистить и резать. Ну, сейчас я, конечно, быстро почищу, быстро порежу. Быстро поставлю. Сварится где-то 20 минут. Ну, а потом уже мини-пимером сделать как пюре. Ну, это получается как бы жидкий пюре. От этого никто не толстеет. Не бойтесь. Если кто-то хочет ужинать, легкий ужин. Сейчас особенно в России холодно. Пришел домой. Вот, сделал. Поставил в холодильник. Надо будет. Разогрел, покушал. Легкий ужин. Ничего такого сюда не идет. Можно еще и обедать. Ну, в основном, хорошо это у ужина, потому что легкий не будет. Вот такими кусочками. Вот видите. А сейчас мне придется вот это. Вот это. Это тоже тыква вот такая. Это надо силы иметь, чтобы резать. Даже я помню, что раньше мы варились тыквой с рисом и с молоком кашу. Вот мне нравится. Кому нравится? Мне нравится. Особенно зимой, когда сидишь дома. В выходной холодно. Утром встаешь, готовишь тыкву с рисом, с молоком. Вот твоя каша. Это, мне кажется, каша детства, что всегда мы ели. Манную кашу. Кашу с тыквой, с рисом, с молоком. Гречку. Я помню, что у нас в школе давали манную кашу. Как я любила. А потом, когда меня перевели. Я в садике сильно любила манную кашу. Когда меня перевели уже в школу, меня так любили учителя, что я приходила со школой в садик. Они меня кормили манной кашей. И я домой шла. Вот так я любила манную кашу. Так как моя мама иногда ночью работала. Мы должны были с братьями дома оставаться одни. Считай, три брата, я одна. Кто там не будет ночью готовить манную кашу. Ну, вот так. Почистила. Думала, что вообще не смогу почистить. Ну, почистила. Трудновато. Хорошо, что хоть у меня нож хоть чуть острый. Если нет, то тяжело. Чуть-чуть тяжело. Надо вот так. Если нет, то можно порезаться. Что я вам хотела сказать? Если вам не тяжело, если вы хотите со мной общаться, добро пожаловать в мой канал. Я только недавно начала снимать видео. Если я всем расскажу про мою жизнь, наверное, можно целый кино снимать. Да. Я живу в Испании. Мне когда было 16 лет, я вообще-то родилась в Армении. На горном Каравахе. Вы помните конфликт на горного Караваха? Ну, вот. Я была там, когда война была. Всё видела. И никому не желаю, чтобы... Никому. Даже врагу не желаю, чтобы видели войну. То, что я видела. Поэтому, хорошие мои, когда война, голодовка, не сможешь ни учиться, ни на что. Еле выучила на парикмахерах. И то не смогли работать, потому что вечно бомбили. Не могли с дома выходить. Ну, мне, по-моему, было 16 лет. Моего брата ранили. И он был в столице, в Ереване. Лучился. А потом с женой поехал в Ставрополь. И потом как-то он через год приехал. Я помню, был июнь месяц. Я оправдывалась. Я за ним так плакала всё время. Да. И он сказал, что он меня забьёт в Россию. В Ставрополь. Я не верила. Думаю, это не может быть, что мой брат соберёт меня в Ставрополь. Неужели я увижу жизнь? Что там-то в подвалах сидеть? Ну, короче, он меня забрал. Это был июнь месяц. Он меня забрал в Ставрополь. Но я вам скажу, что очень тяжело было, потому что война, никого не пускали. Вот идти, я уже порезалась. Война, никого не пускали. Ни самолётов, ни автобуса, ни машин. Ничего не ездила в Ереван, чтобы выезжать оттуда. Вы представляете? Ну, пришлось вертолётом. А меня брат садит в вертолёт, а оттуда солдаты меня снимают, потому что, говорят, нечего всем уезжать, потому что сейчас забираешь сестру, завтра маму. Завтра Завтра маму, знаете. И он меня в вертолёт, а меня с вертолётом. Он меня вертолёт, а они с меня вертолётом. Хорошо, хоть там знакомый солдат был. Мы ему обманули, сказали, что я еду всего лишь на две недели. Просто досматривать моего брата в больнице и назад приеду. Он отпустил. Ну, и вот я первый раз села в вертолёт. Конечно, страшно было, потому что боялись вдруг собьют вертолёт. Ну, хотя мне было 16 лет. Как-то я не сильно боялась того, что умереть или ещё что-то. Страшно было больше, что тебя словят и сделают ужасное с тобой. Вот это было самое страшное. Я помню папы на слова, как он сказал брату, говорит, если Азера зайдут уже к нам во двор, первое, что делайте, застрелите вашу сестру. А я так плакала, папа, почему? Почему должны меня застрелить? Почему должны меня убивать? А он мне говорит, самое страшное то будет, что ты будешь плакать на меня смотреть, а я не смогу тебя спасти. А эти могут над тобой так издеваться, и ты будешь мне смотреть в глаза. Лучше тебя убить, чем увидеть, как тебя мучают. Ну, слава богу, брат, вертолётом полетели в Ереван. В Ереване там два дня побыли и полетели в Ставрополь. Я когда в Ереване, короче, с вертолёта вышла, аж легче стало, не надо бояться, не надо ховаться где-то, не надо скрываться, никто не бомбит. Ну, голод там тоже был, конечно. Но мы там побыли два дня и полетели в Ставрополь. Ну, начала жить в Ставрополе, мне, конечно, очень понравилось. В России, в Ставрополе сметану с пончиками. Я давно не ела сметану с пончиками тогда. Я забыла, что это такое, что если война никого. В общем, посмотрите, вот так нарезала. Сейчас воды налью и поставлю варить. Потом посолю и оливковое масло чуть-чуть. Ну, а потом соль и все. Сейчас я включу газ. Котики уже тут стоят, ждут. Смотрите, как он на вас смотрит. Котики ждут, говорят, где наш ужин, где наш ужин, где наш ужин. я вам сейчас покажу вот этого. Ну, посмотрите, как вы его не любите. Скажи, здравствуйте, скажи, здравствуйте, меня зовут Лео, мне один год и пять месяцев. Я хороший мальчик, но я скотник-скотник. Да, как он может. Ау! Котик, котик. Ай-ай-ай. Добрый вечер, страна. Меня зовут Марк. Мне скоро будет два года. Так что подписывайтесь на канал моей мамы и ставьте лайки. Лайки. Мама сама нас сильно любит и нас хорошо кормит. Она ужин готовит, а мы тоже хотим ужинать в лакомство. Всем привет, страна. Всем привет. Пустистый маме зелёчек будем. Дети какой вкусистый маме шлёт. Потом я вам покажу, когда уже сварится. До встречи. Говори пока. Пока. Пока-пока-пока. Али! Вот посмотрите, у меня уже вот такое получилось. Видите? Я сейчас буду вот этим блендером смотрите делать пюре. Буду включать и вас не будет слышно. Ой, меня не будет слышно. Так что я буду делать тихо-тихо. Хорошо? Хорошо? . Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Ну все, я промалову Я сейчас вам покажу, что у меня получилось Вот Сейчас я вам покажу, извините, конечно Вот Вот видите Пюре Как бы крем Видите Он такой вкусный и полезный Так что Не бойтесь, можете сделать И Очень будет вкусно И вам понравится Потом напишите Понравилось вам или нет А я с вами прощаюсь А я с вами прощаюсь Всем чмоки И спокойной ночи И приятного аппетита Субтитры сделал DimaTorzok